Данцы главного города требуют у него присутствия здания администрации. Поэтому часть рабочего дня в администрации советского района, часть рабочего дня в администрации города. В зависимости от поставленных задач и решения. Вы приняли решение, вы согласитесь на должность заместителя МРФ? Да, мне было сделано предложение работать в должности первого заместителя Сергея Васильевича и Ремина. Поэтому я это предложение принял, что в соответствующих документах и после того, как будут подписаны распоряжения, приступлю к этой работе. Вы для себя круг первоочередных задач уже определили? Безусловно, это в первую очередь наведение порядка. Это текущее содержание, это уборка, это вывоз мусора, это работа в сфере ЗЖКХ, это взаимодействие с крупными предприятиями. И один из самых основных вопросов – это продолжение и завершение объектов, которые были начаты весной. Как Вы думаете, через какой период времени жители города реально заметят, что стало чище? Как того требует глава города? Те задачи, которые нам поставлены, поставлены Сергеем Васильевичем Еременом сегодня на совещании, и те задачи, которые поставлены губернатором, они говорят о том, что времени у нас совсем немного, но достаточно для того, чтобы выполнить все необходимое, достаточно для того, чтобы изменить облик города. Крайняя точка – это 10 месяцев в сегодняшней неделе. Но первые изменения мы должны показать в ближайшие месяцы, два, три. Знаете, пока вот никакой конкретики, прямо для того, что мы для маршевого контракта все заключили. Еще какие-то есть конкретные вещи? Это новый подход, который общий, как сказать, конкретный? Значит, ну вот ваш вопрос, который вы задаете, на самом деле очень сложный. Сложный вопрос не подразумевает простых ответов. Простых ответов не существует. Если бы они были, наверное, все выполнение какой-то волшебной палочки было сделано. Действительно, вся работа, она поэтапна, прежде всего конкретно. Но если не запоминаете, давайте тогда запишем первое. Это наведение порядка, уборка уличной дорожной сети. Эти работы нужно выполнить обязательно в ближайшее время. То есть мобилизоваться обязательно нужно сделать. Мы видим, что не закончен ямочный ремонт полностью, хотя деньги на ямочный ремонт подошли к концу. Значит, первое – отработаны с предприятиями, с предприятием Краском, с асфальтобетонным заводом, которые готовы оказать городу помощь, и приступить к этой работе немедленно, и те ямы, которые еще не заделали, то мы приступили. Есть контракты последующих циклов, которые тоже нам позволят закончить работы по ямочному ремонту. Значит, что касается конкретно по ямочному ремонту. Что касается объектов благоустройства, которые были начаты в весенний период и еще не закончены, их обязательно, те виды работ, которые мы можем закончить сейчас, закончить, приступить к ним и закончить. Поставить в этих работах точку. Те работы, которые можем производить в зимний период, это монтаж опровосвещения, монтаж подвесных систем и всего остального, будем проводить зимой, но тоже с четким графиком производства работ и проектом производства работ. Значит, следующий момент, очень конкретный и очень правильный, это обратиться к бюджету, как это Сергей Васильевич сказал. Значит, мы должны понять сегодня, как распределяются у нас бюджетные ассигнования по каждым видам работ, по каждым объектам, и сделать возможную корректировку в этих ассигнованиях, для того, чтобы обратить внимание на те акценты, которые сходят сегодня мой город. И следующий момент, на что он обратил внимание, это работа районных администраций с крупным бизнесом, с предприятиями, с большими промышленными группами, которые являются крупными игроками в Российской Федерации, и они готовы идти на контакт, они готовы помогать городу. Поэтому вот это взаимодействие говорит о том, что мы выполним поставленные задачи. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.